Всем привет, ребята! Посмотрите, что нас сегодня ждет. Очередной эксперимент в турбопроб-плате-симуляторе. Спуск на самолетах с горы. Представляете себе? Просто мы сейчас будем реально съезжать вот так вот на самолетах с горы. Посмотрите, первый наш самолет это ПС-26 Си-Плейн. Да, легковинтовой самолет. Посмотрите, мы просто спускаемся на нем с горы. И что же у нас? Ой, посмотрите, он развалился. Да, посмотрите, он просто не выдержал и развалился. Так, следующий самолет, посмотрите, обычный такой средний грузовой самолет. Интересно, получится ли у него съехать с этой горы? Вот он, посмотрите, в такой красивой лимонной раскраске, да, такой красивый цвет, желто-зеленый. Так, все, мощность на 100%. Интересно, вообще, выдержит ли он такой спуск без тормозов с горы? Ой, развалился опять. Да что же это такое? Ой, посмотрите, второй самолет и не справился, не доехал до конца. Так, а что если нам съехать на вот такой вот машине, да, на таком вот автомобиле красном, красивом, да, кстати, новом в Турбопрофлайт-симуляторе. Он уже встречался в моих предыдущих роликах. Давайте просто поехали на нем с этой горы. Так, жаль, что здесь у нас не отображается скорость. Ну ладно, ничего, поехали. В общем, скорость высокая у нас. Едем, давайте посмотрим, что же с ним будет вообще. Так, вот этот момент, и он опять развалился, как и те самолеты, как первый, да, ПС-26. Так, я хочу попробовать еще раз на нем спуститься, потому что, ну, это не дело. Уже третий, получается, вид транспорта, и он у нас разваливается. Давайте попробуем еще раз. Так, разгоняемся. Все, просто давим на газ и едем. Камера здесь немножко неудобная у этого автомобиля, ну, ладно, ничего страшного. Так, ну ладно, хоть это и не по правилам, но я чуть-чуть заторможу, чтобы он так не развалился у нас резко. И мы попробуем. Вот, видите, уже хорошо, он уже переехал ту отметку и все равно перевернулся. Да ладно, просто на ровном месте. Так, а что, если попробовать спуститься с горы на вот таком вот грузовом тоже, опять же, самолете, но модель эта уже немножко другая. Не то, что у нас сегодня было, да, он тоже четырехдвигательный, посмотрите, турбовинтовой. Ну, такой средний, собственно говоря, обычный самолетик. Так, что-то у меня не получается вообще его выровнять. Вот, вот теперь получается, а то его как-то заносило. Я не могу ничего сделать, ну, потому что поверхность неровная. Ой, что, он взлетел, вы представляете, он просто оторвался и взлетел. Так, ну ладно, окей, конечно же, мы сейчас вернемся на ту же гору и попробуем еще раз. Ну, представляете, он настолько мощный, у него настолько большая мощность, что он взлетел. Реально, просто с горы я его не смог удержать. Так, пробуем еще раз. Значит, здесь нужно просто втопить джойстик, да, втопить его в, ну, переднюю стойку, втопить в землю. Ну, так он, наверное, развалится. Ну, я не знаю, давайте пробовать мощность на 100%. Опять он оторвался, что ли? Да ну, серьезно. Скорость 500, вы представляете, 500, и он, естественно, разваливается, потому что с такой скоростью не может ехать по земле. Так, ребята, у нас уже следующий вид транспорта, и это бронемашина. Просто посмотрите, реально бронетранспортер. Вот, я его завез сюда на гору. Вот, посмотрите, сейчас я вам покажу его обзор. Заходим внутрь, просто посмотрите, какой он прикольный. Здесь можно посидеть даже. Вот здесь аптечка, видите, есть. Вот просто сидим, смотрим в экран, да. Так, ну и давайте зайдем на место водителя. Вот, посмотрите, видите, здесь приборы, какие он там, экран есть. Вот такая коробка передач, автомат. Вот, ну и давайте спустимся с горы на этом бронетранспортере. Всё, давайте разгоняемся на полную мощность, да, просто давим на газ и спускаемся, едем. Так, что-то его заносит, я не понимаю, а почему его заносит? Вы посмотрите, он уже назад поехал. Так, ну ладно, давайте ему тогда поможем назад ехать. Давайте пусть он у нас тогда просто едет назад. Так, а он и назад, похоже, тоже не хочет ехать. Посмотрите, он опять разворачивается, просто дрифтует как хочет на этой горе. И так, что у нас? И посмотрите, он развалился, просто развалился. Ребята, вы представляете, как мне трудно было поднять на гору вот этого вот заправщика. Посмотрите, машина, которая перевозит топливо для самолетов и, возможно, даже их заправляет. Вот здесь, посмотрите, вот такие приборы. Так, ну и давайте мне уже не терпится просто спуститься на этом заправщике с горы, потому что вы представьте, сколько времени мне понадобилось на то, чтобы его сюда завести. Я думаю, это точно достойно вашего лайка. Вот это вот длиннющая, просто огромная машина. Так, что-то он очень медленно едет. Этот гигант просто очень медленно едет, посмотрите. Но зато ровненько, ровненько. Давайте посмотрим, что сейчас с ним будет. Что-то он совсем медленно едет. А, и он просто развалился, посмотрите. На ровном месте практически. Так, ну а давайте попробуем съехать с горы просто на обычном автомобиле. Вот на такой вот машинке зеленой. Просто обычной. Так, давайте съезжаем, пробуем. Да, так. Я рулем аккуратненько управляю. Так, рулю. Вот, нормально он едет, едет. Ну не особо быстро тоже, но зато ровненько. Так, и что? И что с ним будет? Посмотрите, мы просто к дороге. Ой, он перевернулся и развалился, на бок просто упал. Давайте еще раз попробуем, потому что он у нас хорошо шел, но почему-то перевернулся. Ну, почему-то, потому что я не справился с управлением. Вот он и перевернулся. Так, что-то мы, по-моему, левее едем. В прошлый раз мы правее ехали. Так, посмотрим. Вот, справился, но его заносит. Он почему-то в дрифт ушел, посмотрите. Так, ну и назад поехал опять. Прямо как этот бронетранспортер дрифтует. Просто как хочет. Вон, опять повернулся. Посмотрите, я ничего не делаю. Вы можете сами на руль посмотреть. Я ничего не делаю. Ой, просто развалился. Так, а давайте попробуем спуститься на вот этом вот самолете с радиолокатором. Вы его уже знаете, потому что я его стараюсь очень часто использовать в своих роликах. Он мне очень нравится. Так, едет, но скорость 300 уже. За 300 км в час просто 350, и он на 350 разваливается как раз. Все, развалился. Так, а вообще, насколько молодец у нас С-400. Самый большой самолет в Турбопроб Флайт Симуляторе. Давайте попробуем на нем спуститься. Но я пока не могу его даже выровнять, потому что, вы видите, этот гигант просто едет назад. Так, аккуратненько, хвостовым поворотником, педальками давайте. Ой, а он что, он такой быстрый? Быстрый, почему сразу же 120? У меня руды только на 14% рычаги управления. Едет, но его заносит, неровненько едет. Но он по-хорошему должен быть самый выносливый. Посмотрите, опасное место. И он проезжает. Дорогу проехал. И о пограду аэропорта просто разлетелся. Но обломки долетели до аэропорта. То есть, этот самолет победитель. Он дальше всех долетел. Самый выносливый оказался. Ну что же, дорогие зрители, я надеюсь, что вам понравился этот видеоролик. Такой небольшой эксперимент. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще смотрит и не подписан. Ставьте лайк обязательно. Потому что, видите, какой разнообразный у нас сегодня транспорт был. Какие виды транспорта разные. Ну а пока я желаю всем удачи. Увидимся в новом ролике. Давайте всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok